Среди недели, когда мы имеем возможность быть в Доме Твоем, мы благодарим Тебя, благодарим за то, что по милости Твоей мы пришли в этот дом. И теперь мы, Господи, нуждаемся, чтобы Ты благословил все это служение, благословил наши сердца, чтобы мы были внимательны к Твоему Слову, чтобы мы могли в сердцах поклониться Тебе, прославить Твое имя. Благослови и служение хора, благослови каждого, кто пришел в этот молитвенный дом. Господи, мы стоим пред лицом Твоим и просим Тебя милости и благодать Твою излей на нас. Да будет имя Твое возвеличено и прославлено. Ты достоин поклонения и славы. Аминь. Вначале, братья и сестры, споем 30-й «Не пройди, Иисус меня» 30-й номер сборников. И Xe милый достоин? И Милый достоинeh, споем 30-й «Не пройди, Иисус меня» 30-й «Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Я для себя взял несколько уроков. Субтитры подогнали Симон. 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 Ты же, когда молишься, Субтитры подогнали Симон. 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 Вы знаете, может быть действительно такое, что мы просим чего-то у Бога, но не знаем, мы не видим себя, мы не знаем свою духовную жизнь, и мы не просим того, что нужно, мы также может случиться и беда. Мы должны видеть себя, мы должны видеть, кто мы есть на самом деле, и поэтому просить у Бога то, что нам нужно. О материальных, знаете, да есть такая песня, да, мы ее поем, мы у Бога опросим много, о многом, а просить об одном лишь надо, о любви, то, что все переносит, что чужому счастье рада и тому подобное, что действительно мы может быть просим иногда о том, что может быть нам его не нужно, и очень важно просить у Бога, что же нам нужно. Еще один последний, хотел бы урок сказать, именно не в урок, а пример, который оставил Бог для правила в молитве, это записано в самой молитве, именно в молитве Отче наш, написан такой стих, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Когда мы приходим всякий раз перед Богом и просим у Него прощения, мы должны понимать, надеясь, что каждый это понимает, чтобы быть услышанным, чтобы быть прощенным, нужно простить. Нужно забыть все обиды, которые были тебе причинены. Знаете, это как бы может быть заявление такое Богу, именно вот в этой молитве. И прости нам долги наши, как и мы прощаем, именно основываясь на том, что ты прощаешь, основываясь на том, что ты забыл своего обидчика, ты все ему простил полностью, поэтому прости меня, как бы именно говорят, что я заслужил прощения, потому что я простил всем своим обидчикам. К сожалению, в нашей жизни бывает все наоборот. Люди носят годами, и может быть не год, а даже больше, носят какую-то обиду и не могут простить. Хочу сказать, что если такие люди есть, то ваши молитвы, в всякий раз, которые вы просите о прощении грехов, они не услышаны. Они не услышаны, и получается, вы еще во грехах. А если во грехах, то в любой момент, если придет Иисус Христос, вы не готовы. Представьте себе, из-за какой-то, может, мелочи вы теряете огромное. Вы теряете самое ценное, самое важное в жизни – наше счастье. Вы теряете вечную жизнь. Из-за какой-то, может, мелочи. А действительно, обиды, они бывают из-за каких-то мелочей. Потому что все это, все это в жизни, все, что вот это земное, оно просто ссора, оно сгорит. Оно не будет важным там, в жизни, в небесной жизни. Поэтому дай Бог, чтобы мы всегда помнили именно об этом, чтобы мы действительно прощали, потому что мы хотим быть прощены. Мы хотим быть чистым сердцем, потому что чистые сердца Бога узрят. Да благословит нас Бог, чтобы мы соблюдали вот эти правила, чтобы мы действительно не были нелицемерными. Мы не были гордыми. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы чаще уединялись, один на один разговаривали с Богом, общались с Ним. Именно Бог преподавал нам вот эти индивидуальные уроки, чтобы мы знали, что нам нужно для нашей жизни. Чтобы мы не говорили ничего лишнего и не просили ничего лишнего. И чтобы также мы всегда прощали. Мы всегда были чистыми сердцами. Да благословит всех нас Бог. Аминь. Аминь. Спасибо. Благодарение тебе, Господь, чтобы изобрал нас в дом. Для молитвы, для молитвы. Господь, милосердный, пошли в Твою благодать и в мое сердце, и в наши сердца. Будь милостью ко мне. Будь милостью ко всем нам. Ты желаешь, чтобы мы все молились, открывали наши желания при Тобой. И чтобы мир Божий, который превыше от нашего ума, он будет соблюдать в нас Твое повышение о Господе Иисусе Христе. Благослови наше собрание. Благослови братьев, которые ведут служение. Благослови, Господь, молитвенников. Благослови взрослых, детей, родителей. Боже милосердный. Да направится и моя молитва, как и меня при Тобой в этот вечерний час. Прими хвалу за все. За этот день, Господи. И прости меня, в чем я не таков, потому что я человек, и я имею недостатки. Но Ты, Господи, в Твоей любви снисходишь ко мне, как и ко всем нам. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Господь, дорогой, я сняла сюда в Твоих. А Ты, невогучий. Господь, дорогой, в виде сердца моего, Боже, дай всем прощать, спасительный дорогой. Ты не пройди мимо меня за это, храни воду там, храни воду всех, всех не оставь, а я тебя за все буду вечно славить, как отца сына и зуба святого. Аминь. Милосердный отец, милосердный, я во имя Господа Спасителя Иисуса Христа, я сердечно благодарю и славлю Тебя за Твое дорогое исходное слово, которым Ты учишь меня, Господи. И в молитве, Господи, я прошу Тебя, сердечно, Ты мой учитель и наставник, научи меня правильно молиться, Господи, видеть Себя, видеть Свои люди и Свои творения, Господи, чтоб я не могла ни на корм не иметь, Господь мой дорогой, покажи мне об этом, Иисус, и прошу Тебя, Господи, милости, за свою семью, за своих деток, мужа, Господи, укрепи, утверди нас на Твоем пути, Господи. Помоги, чтоб ничего не было, о том, Господи, которое Ты сказал через Слово Твое. Я благодарна Тебе, потому что честь могу и поклоняйся душа моя, и моя нужда за детей моими, которые еще не присоединились с Тобой. Прости их, помилуй, Господь, направить на путь вечер. Во имя Господа прошу, Отец и Святой, Али. Святой Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, слава Тебе, которые мы собрались в вечерний час, и прославь имя Твое, Святой, Тебе, всегда достоин чести, славы, поклонения, дал необходимое здоровье. Слава Господу за эту пропасть, которая от сердца к сердцу идет, получая нас, наставляя, чтобы, Господи, забывая заднюю, простирались вперед. Иди за Твое, ислащение права, и не об этом пустое, и не об этом пустое, и не об этом пустое. Боже, Слый, и горейший человек, и Господа, и Господа, и Господа, и прославляйся Бог, и Господа, и Бог, и разноцвей, и Духа и Ступого. Аминь. Дорогой любящий Отец, благодарность Тебе и слава, что мы можем здесь находиться на этом месте. Мы можем обращаться к Тебе, и мы можем обращаться к Тебе как к нашему Небесному Отцу. Слава тебе, Господи, за то, что ты позволил нам, проявил такую любовь к нам, что мы можем быть и называться детьми твоими. Слава тебе за то, что ты можешь слушать нас, и ты готов всегда слушать нас. Помоги нам чаще пребывать с тобой в общении, быть, Господи, с тобою, быть на лазе и приносить тебе добрые плоды. Благослови, Господи, все молитвы, которые были высказаны тебе, может, в тайне, в слух, Господи, ты знаешь каждую нужду. Пошли, проси мы по воле Твоей и помоги нам, Господи, всегда, Господи, быть с тобою в общении. Благослови это служение, Господи, все последующие и хор, и брата, который будет говорить, скажи всем нашим сердцам, все, что ты хочешь сказать. Попросим тебя, если все очень, у Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Бог, для нас защита, Бог, для нас защита, Бог, для нас защита, Бог, для нас защита, и я тот, наверное, с ним не убоимся. С ним не убоимся, с ним не убоимся, с ним не убоимся, мы прогонка не. Позырь, спаси мы Позырь, спаси мы С ним убоится, Позырь, спаси мы Субтитры подогнали Симон. 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 Друзья, друзья, дорогие. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 ... 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 Господь наш Бог, Батько Небесный, ми в молитві звертаємся з подякою до Тебе і дякуємо за цю прекрасну можливість, здоровну Тобою для кожної з нас. Слава Тобі, Господь! Ти чудний Бог, Ти продовжує наше життя і дорував цю прекрасну зустріч в Доме молитви, з народом Твоїм, біля Слова Твого. І ми, Господь, вдячні, що Ти через Твоє Святе Слово нагадав, наскільки важливо кожному християнину мати контакт постійний з Тобою через молитву. Ти нагадав нам про те, що, Господь, всі наші турботи, нашу жобу, нашого земного життя, ми маємо право покласти на Тебе, і Ти обіцяв пікулуватися про нас. Слава Тобі за це, Господь! Я прошу, щоб Ти благословив цю прекрасну церкву, благословив кожного члена, благословив служителів цієї церкви, цю відповідальну працю, яку вони несуть перед народом Твою, перед Тобою, благослови їх, Господь! І нехай у всьому Твоє святе і дивне ім'я буде прославлене нашим життям. Нашими словами, нашою доброю поведінкою про Тобою, Тобі, Господи, належиться вся повнота слави і честі. Вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сістрі, ми вставши споємо 696-й. «За Христом я следовать повсюду готов». Успокойний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Буду следовать повсюду і везде за Ним, Буду следовать повсюду. І везде за Ним, і везде за Ним, Сюду за Ісусом. Буду следовать, буду следовать. Греба, буду следовать, Греба, буду следовать, Греба, буду следовать, Я пойду за Ним. За Христом я следовать повсюду готов, Через водоньки бурные, И в большом ветром. По Его рукою не боюсь я ничего, Безопасный буре под щитом Его. Буду следовать за Ним всюду, И везде за Ним всюду за Ісусом. Буду следовать, буду следовать, Греба, буду следовать, Греба, буду следовать, Я пойду за Ним. Мы помолимся Господу, братья и сестры. Господь, мы от всей души благодарим Тебя за эту молитвенную часть нашего собрания. Слава Тебе, Господь, что Ты напомнил нам сегодня о важности молитв и общении с Тобой, Господь, в разговоре нашем. Благодарность Тебе за вдохновенное пение наших аристов, Господь, и за дух молитвенного общения. Теперь продолжу наше общение с Словом Твоим живым и истинным. Помоги нам вникать в это живое Слово. Духом Святым повеяй на наши сердца. Даруй нам, Господь, рассказывать правильно, размышлять правильно, как учит Твой Святой Дух, Господь. Благослови всех братьев, кто будет участвовать, дополнять, задавать вопросы, чтобы у нас прошел этот библейский час в духе братской любви. Господи, Ты сказал, что на кого Ты презираешь, на кроткого и смиренного сердцем и трепещущего пред Словом Твоим. Господь, помоги в страхе совершать это служение, которое Ты нам доверил. Тебе слава за все нашему Господу. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь. Итак, братья и сестры, мы продолжаем изучать послание к кримлинам. Это одна из сложных, я бы сказал, книг Нового Завета. В догматическом плане одна из самых важных книг, потому что здесь святой апостол Павел посредством Духа Святого раскрывает вопросы на многие-многие доктрины Нового Завета. Мы две главы просмотрели и часть первого, третьей главы, два стиха. Я понимаю, братья и сестры, что очень сложная здесь глава, которой Дух Святой так открыто и ясно показывает сущность человеческую. В первой главе мы читали, насколько были развращены язычники, которые отвергли своего Бога как Творца. И написано, что Бог предал их превратному уму делать непотребство и с ненасытимостью они совершали вот эти грехи. Да. Хотя закон совести, хотя законы стран, где жили эти язычники, призывали к моральному и нравственному поведению правильному. И Господь говорит, что они будут судимы по закону совести. Вторая глава очень открыта и конкретно, братья и сестры. Я не больше говорю, с чем здесь записано в Евангелии. Она осуждает тех, кому было доверено Слово Божие. Те, которые знали живого Бога. Это иудеи, это народ Божий, это избранный народ Божий. И я откровенно скажу, я очень люблю евреев, братья и сестры. Не подумайте, что я какой-то антисемит. Но то, что написано в Евангелии, черным по белому. Более того, друзья, то, что написано для еврейского народа, я лично отношу это к себе. В частности, о поклонении Богу, о тех вещах, о которых Бог говорит. Вот ты проповедуешь Слово, да? Говоришь, не кради, не прелюбодействуй, не святотанствуй. То есть, и как мы должны, проповедники, относиться к этому? Это предупреждение было сделано для его народа, и это касается сегодня церкви. Последние два стиха. Хотелось обратить внимание мне на 28-29 стихи 2 главы. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое от сердца по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Знаете, говоря о грехах всего рода человеческого, язычников, иудеев, знающих Бога и не знающих Бога, апостол Павел подмечает такой момент, что «не тот иудей, кто по наружности такой». Казалось бы, это странные вещи. И как они могут согласоваться, не тот иудей, кто по наружности такой? Ну, во-первых, наверное, понятно. Да, они обычно выделяются как-то. И вот апостол Павел делает акцент, что «не тот истинный иудей, кто по наружности такого». Когда мы посмотрим, дорогие братья и сестры, 9 главу, мы еще к ней обратимся, там апостол Павел как бы разъясняет эту истину. И вот седьмой стих 9 главы. «Здесь суверенный Бог заявляет, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть – дети Божии, но дети обетования признаются за семя. И слово обетования таково, в это же время приду, и у Сары будет сын». Обратите внимание, вот здесь апостол Павел разъясняет эту истину и говорит, по плоти у Авраама было два сына. Измаил – это то, что, скажем так, это изобретение уже, наверное, Сары, Авраама, на семейном совете они поговорили, вот тебе Агарь, пожалуйста, давай все-таки будем иметь наследника. Это чисто человеческое наследие. Или же мы видим дитя обетования, дитя, которое дал Бог. Друзья, это действительно чудесным образом Бог дал Аврааму дитя своего. И, друзья, мы видим, что вот в Аврааме или в Исааке нарекается имя. Вы знаете, конечно, видимое обрезание имел каждый еврей, каждый рожденный еврей, на восьмой день он получал это обрезание как знак принадлежности к своему народу, как знак завета с Господом. Но вот апостол Павел говорит не это обрезание. И, вы знаете, даже еврейскому народу, когда Господь обидавал 28 глава книги Трозакония обетование благословения и обетование проклятия, и после этой главы, еще 29 есть глава, и потом в 30 главе Бог предупреждает Израиль о том, что он будет рассеян. 30 глава книги Трозакония. Когда придут на тебе все слова сие благословения и проклятия, которые я изложил тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего, и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, и хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебе Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И вот 6 стих. И обрежет Господь Бог твой, сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Обратите внимание, дорогие братья и сестры, здесь Господь указывает на некое другое обрезание, не крайней плоти, а говорит, обрежет сердце твое. Обрежет сердце твое. Это очень важно, дорогие братья и сестры, нам, христианам, сегодня видеть вот этот момент в жизни каждого из нас. Когда мы от злых дел, от ложных дел, от греховных дел, мы обращаемся к Богу, братья и сестры, мы повергаем себя, мы падаем ниц пред Господом, мы раскаиваемся во всех своих грехах. Вот в этот момент, если это искреннее покаяние и раскаяние, происходит обрезание сердца. То есть Господь делает новую операцию, духовную операцию с нашим сердцем. И Слово Божие говорит, не тот обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Я думаю, что это нормально, друзья, что сейчас евреи исполняют этот обряд, или же этот обет, или завет, данный с Господом Савраамом. Но, если не произойдет второго, если не будет этого искреннего покаяния и не будет рождения свыше, это будет только по наружности, и не тот обрезание, которое наружно на плоти. Это будет только на плоти видимый знак. А вот обрезание сердца, это Господь невидимой рукой, Духом Святым, возрождает нас к новой жизни и к упованию живому. И вот здесь апостол Павел делает именно на этом акцент. Братья и сестры, я ничего не взял лишнего и не добавил своего, как только прочитал это слово и разъяснил его. Поэтому не обижайтесь, друзья, дорогие, принимайте то, что действительно Господь Духом Святым говорит нам. И вот дальше он в третьей главе говорит, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания. Во второй главе апостол Павел очень критически говорил об иудеях, о том, что имя Господа хулиться у язычников даже, ради некоторых, ради вас, как написано. И здесь он говорит, какое преимущество, или какая польза. И здесь он дает им небольшую отдышку после того, что, собственно говоря, как отец, можно сказать, пожурил их. И второй стих, великое преимущество во всех отношениях, а наипачи в том, что им верено Слово Божие. Я на этом хотел остановиться с вами. Трагическая история еврейского народа не дает нам повода считать, что существует преимущество быть евреем или не быть. Думаю, что Господь делает свое дело со своим народом. И хотя мы читаем, дорогие братья и сестры, что вся самая страшная трагедия произошла после того, когда они отвергли Иисуса Христа, как Сына Божия, как Сына Мессию, которого ждали, о котором были пророческие книги, в точности все было вспоминено. Это была самая страшная трагедия, когда Господь все, сказал такие слова страшные, все оставляется дом ваш пуст. Братья и сестры, я считаю, что нет более трагического состояния, когда Бог оставляет свой народ, оставляется дом пуст. Более того, братья и сестры, Господь разрывает с ними отношения. Помните, в момент смерти Иисуса Христа завеса рвется. Святое святых. Бог сам разрывает своей рукой, не нужно это больше. Об этом мы читаем в Евреям, в послании к Евреям. Об этом не нужно теперь писать и говорить. О законах, знаете, об акциях и так далее, о всех этих жертвенных приборах и так далее и тому подобное. Более того, братья и сестры, знаете, при внимательном изучении Слова Божия, когда Пилат умывает руки и говорит, что не виновен я в крови праведникова всего. И написано, и отвечал весь народ. Отвечал весь народ. Да, религиозные вожди, первосвященники, книжники завели их, но они отвечали, кровь его на нас и на детях наших. Но если посмотреть, братья и сестры, если история еврейского народа, до этого, скажите, до этих слов, оно же было такой же трагичной. Вы помните, дорогие, на 400 лет они были в египетском плене, плену, рабстве. Тяжелейшая обстановка, над ними издевались, сбили, их не считали за людей. Отнимали материалы, добавляли работы или план давай больше. Понимаете? Более того, они вышли чудесным образом. Посмотрите, братья и сестры, из-за их ропот, из-за их неправильное отношение к Богу, 40 лет они странствовали по пустыне. 40 лет в холоде, в нужде, в жажде, пока не было истреблено полностью поколение людей, которые вышли от 20 лет и старше. Помните, дорогие друзья, через несколько сот веков Израиль разделится на Северное царство и на Южное, постоянные войны, постоянные какие-то конфликты, этнические конфликты. Практически 10 колен были рассеяны, уничтожены. Часть введена в плен. Позже Южное царство на 70 лет было отправлено в Вавилон в этих ужасных условиях. Читая историю, вы помните, как греческий царь Антиохий Епифан пировал в скверненном храме, и более того, он туда принес свинью, и там совершено было жертвоприношение. Это было тяжелейшим унижением для народа Божьего. И помните, сколько молодых людей книга Маковеев описывает, погибли, были уничтожены, живыми снимали кожу и так далее, и так далее. Апостол Павел писал в послании евреям, перепиливаны были. Вот этот весь ужас претерпел еврейский народ. И самое страшное, друзья, когда пришел Мессия, Господь Иисус Христос, царь Ирод из-за зависти уничтожает младенца мужского пола. Представляете, какой ужас! На глазах у матери грудного ребенка рубят мечом. Это страшные вещи, друзья. И весь последующий ужас перенесся после особенно этих слов, сказанных кровью на нас и на детях наших. Через 30 лет, друзья, вы помните, когда Тит Висписан пришел, окружил Иерусалим, и настолько он был жесток. И в общении своем уже нечего было. Я здесь прочитал, Иосиф Флайв писал, что более миллиона евреев всех возрастов были безжалостно убиты. Около 100 тысяч тех, кто спасся, были проданы в рабство и посланы в Рим умирать в гладиаторских играх. За два года до этого язычники убили в Кесаре 20 тысяч евреев и еще большое количество продали в рабство. В то же самое время жители Дамаска в один день перерезали горло 10 тысяч евреев. В 115 году евреи Киринея, Египта и Кипра, Месопотамия восстали против Рима. Когда восстание было подавлено, император Адриан разрушил 985 городов в Палестине. Убил по меньшей мере 600 тысяч еврейских мужчин. Многие тысячи погибли от голода и болезни. Так много евреев было продано в рабство, что цена сильного раба мужского пола упала до цены коня. В 380 году император Феодосий, это Константинополь I, издал юридический кодекс, в котором объявил евреев низшей человеческой расой. Выразив демоническую идею, которая была широко распространена в Европе более тысячи лет и продолжает существовать во многих частях мира даже в наши дни. Здесь много этой страшной истории. Друзья, на протяжении всей истории народ Божий был жестоко притесняем и гоним. И вот вопрос. Какая польза? Великое преимущество во всех отношениях. Братья и сестры, если вы посмотрите на историю еврейского народа, то это история скорби, история крови, история страданий. Но, если вы посмотрите на историю церкви, на историю народа Божьего, то вы можете проследить ту же аналогию. С самых первых дней церкви, братья и сестры, я так скажу, дней церкви, уже начиная от дня Пятидесятницы. Гонения, убийства, угрозы, смерти, насмешки, поругания. Помните, Ирод взял Иоанна, обезглавил, взял Петра. Темницы, узы, бичевания, Стефана побивают камнями. И если вы проследите на протяжении всей истории христианства, то истинных христиан, братья и сестры, пострадало очень много. Особенно в средние века инквизиции доставалось и евреям, и истинным христианам. Когда в период реформации многие начали обращаться в баптизм от католицизма, во Франции 250 тысяч анабаптистов, братья и сестры, анабаптистов, это те, кто были перекрещены в взрослом возрасте, 250 тысяч были утоплены в холодном море. Только за то, что они решили перекреститься. То есть мы видим, братья и сестры, на протяжении всей истории христианской церкви постоянные гонения, постоянные терзания. То же самое, что практически было с его народом. Почему, дорогие братья и сестры? Ответ, я надумаю, вот в этом слове, который остался во втором стихе. Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им уверено Слово Божие. Недавно я прочитал одну интересную заметочку о Библии. Там написано 16 преимуществ в Библии. И там одно из преимуществ, это самая читаемая книга, самый большой тираж, самая дорогая, самая недорогая, самая притесняемая книга, или больше всех уничтожаемая. Дьявол всеми силами желал уничтожить Слово Божие. И для этого он уничтожал святых пророков, уничтожал народ Божий. Написано, ибо им уверено Слово Божие. Когда Господь Иисус Христос был на этой земле, Он говорил, исследуйте Писания, и вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Мне. Если быть честным евреем или честным иудеем, изучать Тору и пророков, братья и сестры, там невозможно не увидеть Иисуса Христа. Если быть честным человеком, искренним верующим человеком. Почему? Потому что раввины говорили, что это не к этому относится. Это не к этому. Это к другим временам и так далее. Но если просто читать Писание, Господь, исследуйте, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Мне. Дело в том, что у евреев, дорогие братья и сестры, когда они учили своих детей грамоте, практически с пяти лет или шести лет, они при синагогах учились. И первое, что они учились, это читать Слово Божие, читать Священное Писание. То есть им верено было это Слово Божие. И вы знаете, что Господь сказал об этом. 39 книг Ветхого Завета были написаны только людьми из народа Божьего, из еврейского народа. И также Новый Завет, единственный, это Лука, евангелист Лука, он был из греков, из еленов, но обращенный в христианство. Он был искренним христианином, другом Павла. Возможно, он видел даже Иисуса Христа. Знаете, когда пришли елены на поклонение в праздник, и задали такое, нам хочется видеть Иисуса. И есть историки, которые предполагают, что даже евангелист Лука был на этот праздник, пришел вместе с богобоязненными еленами на поклонение. И тогда, наверное, произошла эта встреча, почему он и вошел в канон, как писатель книги Евангелия и Нового Завета. Вверено Слово Божие. Братья и сестры, и я думаю, это единственное преимущество, которое Павел здесь подмечает. Потому что им во всех отношениях... А на Айпачи, это то есть главнейшая цель, почему великое преимущество во всех отношениях на Айпачи, в том, что им вверено. Вот это слово «вверено» можно перевести как «доверено». Доверено донести до сознания людей, до сознания всего рода человеческого. И в этом, братья и сестры, благословение этого народа. И также сейчас я закончу, у вас будут вопросы, может, или дополнения. Девятая глава, братья и сестры. Опять возвращаемся. Постоянно апостол Павел будет разъяснять эту истину в последующих главах. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братья моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всеми, Бог благословенный вовеки». Вот так вот апостол Павел завершает, что от них отцы патриархи, от них и Христос по плоти, сущий над всеми, Бог благословенный вовеки. Пожалуйста, есть, братья, сейчас дополнения у вас или какие-то вопросы? Пожалуйста, Владимир Владимирович, если желательно заранее к микрофону подходите. Я так стою, услышу. Я думаю, аналогию нельзя или параллель провести между тем, что израильский народ переносил различные страдания, и то, что церковь несла, переносила вот эти страдания. Все-таки еврейский народ, за то, что они вот именно не исполняли заветы Бога, Бог воспитывал их именно вот таким образом. А церковь, на церковь Божию дьявол восставал. И здесь аналогию, я думаю, нельзя провести. Все-таки здесь люди шли на смерть для того, чтобы, ну, быть верным. Они были верны и шли на смерть. А там все-таки за то, что они не исполняли заповеди Божии. Я, минуточку, может быть, действительно так прозвучало. Я имел в виду тех пророков. Вот, предположим, возьмите пророка Исаию. Исаия, он практически получил от Бога слово, понимаете, очищение получил. Или возьмите Иеремию. Если вы прочитаете историю, его и в яму сажали. Он был верный Богу, братья и сестры, это были рабы Божии. При монассии есть такое, что Исаию перепилили пилою. Понимаете? За что? За что? За то, что действительно это был пророк Божий, глошатый Божий. Он мог царю говорить в глаза. Он мог, пожалуйста, обличать первосвященников. Народ мог обличать. То есть, это был пророк Божий. И вот многие святые пророки пострадали. Аналогия в том заключается. Я думаю, что каждый христианин, вообще верующие люди, должны быть очень осторожны по отношению к евреям. Братья и сестры, вопрос стоит так. Как мы относимся к Иисусу Христу? И не только нам этот вопрос, но этот вопрос фактически звучит любому живущему на земле. Второй Псалом говорит именно об этом, что Бог будет судиться с людьми, потому что как они отнеслись к Его Сыну. И для нас, верующих, сегодня очень важно, как мы должны относиться к евреям. Если мы говорим, что мы христиане, мы должны уважать этот народ. Мы не должны высмеивать его, мы не должны о нем рассказывать анекдоты, как это делают люди. Мы должны относиться к этому народу с уважением. Дело в том, что аналогия в том, что сатана хотел этот народ просто всегда на протяжении всей истории уничтожить. Да, то, что они несли, это было наказание от Бога. Но также и желание дьявола было просто этот народ уничтожить. Вы понимаете? Совершенно верно. Вторая часть этого вопроса, что действительно церковь, она была гонима, потому что дьявол восставал. Но нужно не забывать, что на протяжении всей истории израильского народа дьявол всегда хотел его просто уничтожить. Вы помните историю злобного обмана, Амана? Да. Он замахнулся на кого? Не на Мардахея. Он замахнулся всех евреев уничтожить. И эта история повторяется много раз, когда дьявол... Да. Да. Но мы должны помнить, что это не просто желание людей, каких-то, скажем, именно отомстить евреев или наказать их. Но это замыселы дьявола. И даже, смотрите, братья и сестры, очень интересно, когда Навуходоносор пленил, когда он разрушил Иерусалим, это допустил Бог. Да. За их отступление. Но так как он превысил в своей власти, то опять же пророк Иеремия говорит и пророчество о Навуходоносоре. Что с ним будет? Потому что он превысил свои полномочия. Он даже сделал больше, как бы по своему уже усмотрению, с ожесточением к этому народу. И Бог за это его спросил. Спасибо. Братья и сестры, может быть, даже об этом стоит подумать. Как следствие, посмотрите, вот иудейская история, история иудейского народа, она показана нам, оставлена на страницах Библии. Эти многочисленные войны, примеры, судьбы личные какие-то, персонажи какие-то, герои веры. Для чего это показано, братья и сестры? Это были образы для нас, так говорит Священное Писание, чтобы мы учились. И вот как следствие, братья и сестры, вот из народа Божьего, который провел, значит, от которого произошел Исус Христос, через которого дано было слово пророческое. Братья, это же не просто слово, это пророческое слово. Слово предсказания. И как следствие вытекает Церковь Божия, христианство, как новая, новая вещь служения, друзья дорогие. И, конечно, сейчас вот много споров и разговоров о том, мы, значит, наше государство, Америка, построено на иудеях христианских ценностях, да, или как называют. На самом деле, я бы сказал так, братья и сестры, вот христианство, это как логическое завершение того, что Бог, это был детоводитель ко Христу, закон был детоводитель ко Христу, понимаете, это было, скажем, детство на заре человечества, это было детство, или вот сейчас, друзья, совершаются те события с приходом Господа Иисуса Христа, мы получили откровение от самого Сына Божия, друзья дорогие, и вот, как Церковь Христова, или она сейчас является логическим продолжением истории Израиля, народа Израиля. Руслан Бич, пожалуйста. Ну, я почему такой смелый, я благодарен Владимиру Евгеньевичу за то, что он поднял этот вопрос. Я тоже за еврею. И я понял это уже будучи в Америке. Я, собственно, не знал такой общей картины в мире. Оказывается, что к евреям христиане относились плохо, начиная где-то со второго, третьего века. То есть, почти на всем протяжении своей истории христиане относились отрицательно к евреям как убийцам Сына Божия Иисуса Христа. Евреи сейчас возмущаются, когда мы говорим, что вот они убили Христа. Да. Там нет, написано, что вы, но руками нашими, извините, нашими руками, язычников, потому что мы из язычников. Но я еще пользуюсь тем, что брат здесь есть. Он с Украины. Я не вовремя чем в русском народе. Не машите головой, а знаете почему? Потому что на Украине евреев жило гораздо больше, чем в России. Это было место поселения. Но я хочу вернуться вот к этой мысли, что это абсолютно противоречит священному писанию, что христиане так относятся к евреям. И ну я был, скажем так, это у меня звучало. Христиане должны обратиться к евреям. Программа такая была у меня, обращение к Израилю. Нас, христиан. И что вы думаете, почему это так? Вот сказал Павел Михайлович, правильно сказал, евреям вверено Слово Божие. Что бы мы о них не думали, что бы мы о них не говорили, но это избранный народ не самоизбрался, а избран самим Богом. И он, как нация, выполнил свое назначение. Он выполнил свое назначение. От него родился Сын Божий. В этом народе пришел Сын Божий. Воплотился Бог. Через Него истинное богопознание донесено до нашего времени. Через этот народ. И тут еще одна такая истина есть, что действительно Новый Завет логически вытекает с Ветхого Завета, иначе быть не может. Поэтому противопоставлять Новый Завет Ветхому Завету, что мы очень часто делали, мы очень любили говорить о том, что Ветхий Завет Закон никого не привел к совершенству и так далее. А вот Новый Завет я понимаю, что все время были так возражатели идут, все время были все время были праведные люди и Ветхий Завет свою роль тоже выполнил. праведники в Ветхом Завете были, они будут сопричислены к церкви, будут. Поэтому нам говорить такие вещи не пристало. Очень логично было бы вот это сравнение, которое привел Павел Михайлович в отношении того, что церковь, путь евреев и путь церкви может быть разнятся немножко причины, но сейчас когда мы вдумаемся, не очень и не разнятся, путь христианской церкви истинной такой же скорбный на этой земле. Спасибо. Нет, я еще не закончил, Павел Михайлович, я хочу меньше дать времени братьям, которые будут возражать. Всем надо поровно давать. Хорошо, спасибо. Я вижу. Сейчас Анатолий Николаевич. Да. Значит, мы говорим, вот они такие всякие, вот они так ими надо, они сами на себя напросили. Я хочу обратиться вот к аналогии, которой уже говорено, потому что еврейский народ, так Павел написал, что это образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло. И для нас, между прочим, вот так как для них Моисеем было сказано, для нас, между прочим, тоже сказано. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Страшные слова, страшные, но они же, извините, работают точно так же, как Ветхий Завет. Поэтому сильно хорохориться не стоит. Наоборот, мы должны понимать и сострадать участи этого народа, но как нация он выполнил свое назначение, и не забывайте, что будущее его еще только впереди. Вы соображаете, вы думали, вы задумались, почему будет тысячелетнее царство на земле? Зачем оно нужно? Оказывается, обетование Божие Аврааму до сих пор не исполнилось. Этот народ никогда не был как песок морской. Он не был как звезды на небе. Он все время был в меньшинстве, его всегда было меньше, чем других по сегодняшний день. Сегодня из 6,5 миллиардов всего 16, ну, может быть, 18 миллионов. Это очень малый процент. А он не исчез. Павел Михайлович почему-то это не сказал. А народ единственный генетически чистый по сегодняшний день эта нация самая чистая. Потому что, не ойкайте, потому что, как только они начинают ассимилироваться с другими, сразу начинаются гонения. Мы антисемитизм, думаем, это украинцы виновны, это кто-то виновен. Это условия селекции. Я больше не буду. Хоть один раз дайте защитить. Но в тысячелетии написано, что век их будет, как век дерева. То есть основное исполнение обетования Божия Аврааму будет в тысячелетии. Поэтому давайте дружить с евреями. Благословлять их будем. Спасибо. Пожалуйста, Анатолий Николаевич, давайте братья... Я бы, конечно, очень коротко хотел подлиннее, но я просто что хочу сказать. Вот мы говорим христиане, христиане, христиане. Правда, Иислав Дмитриевич поправился, что истинная церковь, она никого никогда не гнала, никогда никого не убивала. И те же евреи, те, которые первая церковь, их гнали, их убивали, их терзали, а они молились, они благословляли. И такая вот незримым образом ветвь истинной церкви, она дошла и до нас с вами. Мы, конечно, никого не убиваем, не уничтожаем. Да, действительно, израильский народ, это, ну, бревно в глазу у сатаны. Он всегда его хотел уничтожить, вот много сказали, что уничтожал, и Гитлер уничтожил 6 миллионов. Чтобы дьяволу, это, Христу некому некуда было прийти, вот хотел уничтожить этот народ-то израильский, но он сохранился. Конечно, мы не восстаем на него, я просто что хочу сказать. Вот эти христиане, крестоносцы шли, да, тоже с огнем и мечом, шли немцы тоже на пряжках, у них с нами Бог тоже, шли тоже они, тоже христиане. Поэтому слово христианин, как вот деяние апостолов, нам повествует, что это не название, это не Христос дал, это кличка. И впервые их стали называть христианами. У церкви Божьей много было кличек, одна из кличек это христиане. А так Христос сказал, я создам церковь мою. Он не дал никакие названия, церковь Христовна. Слава Богу, что мы тело его. Я добавлю здесь, по этому теме, вот здесь есть подборка у меня историческая. В одной из своих букв от 1555 года Папа Павел IV, католик, это сейчас Бенедикт XVI у нас здесь в Белом доме, писал, что христиане должны хорошо относиться к евреям. И как бы то ни было оборщаться с ними. Поэтому евреям полагалось жить отдельно в специально отведенных для них кварталах города. Такие гетто существовали в Италию вплоть до 1870 года, когда было покончено со светской властью Папы. То есть, вот смотрите, братья и сестры, это разве христианство? И мне понравилась статья Виктора Семеновича Регузова «Кто такие баптисты?» Дай Бог, братья и сестры, не дай Бог, чтобы баптисты кого притесняли. Дай Бог, чтобы этого никогда не было. Никаких инквизиций, никаких погоней за ведьмами и там за еврейским народом. Никого баптисты не притесняли. И он написал такую фразу, баптисты предпочитали быть наковольней, нежели молотом. Знаете, что такое наковольня? По ней бьют всегда. Вот, это история всемирного баптизма. Не дай Бог, братья и сестры, что если это окажется не так. Спасибо. Все-таки мы, конечно, христиане, стоим всегда душой за евреев, но и превозносить не надо чрезмерно. Чистая нация. Они сегодня мешаются, негров даже производят, евреев. Удивительно, африканцев, латиноамериканцев едут, потому что в Израиле лучше жить, и вот они становятся евреями. Евреями очень помешали свою нацию, но все-таки они всегда остаются евреями. Но я вот хотел сказать слово за антисемитизм. Если уже обвинять в антисемитизме, то надо Бога обвинять, а это невозможно. А он на них сказал, на них он сказал, вот то, что перечислено было, дам вам трепещущее сердце, вы будете посмешищем во всех народах, покоя не будет иметь. И вот они сегодня в этом же отступлении. И Слово Божие Нового Завета говорит, змеи, порождение хид, не думайте говорить о себе, что мы дети Авраам, мы Бог из камней может воздвигнуть. Да, мы за евреев, но братья и сестры, у нас иногда до слепоты доходит, что считают верующие мы баптисты. Евреи это народ Божий. Если даже он не покается, он все равно спасен. Это выдумка. Слово Божие сегодня со времен Христа ставит всякого еврея, который уверовал, он входит в церковь. А неверующие, так они неверующим останутся, так они погибнут. Я не говорю за тех, которые верят все-таки в Бога. Евреи 1 миллион 200 тысяч в Израиль переехал, и все они агностики, атеисты и безбожники. Вы думаете, они будут царствием Божием? Нас тысяча человек евреев собралось в Лос-Анджелесе, проповедовали, ни один еврей не уверовал, как прискорбно. Вот их состояние. А мы иногда думаем, раз еврей, то он спасен. Но все-таки мы, зная священное писание, знаем, что через них мы уверовали, мы должны почитать их, уважать, молиться за них. Я лично, когда в Израиле вот были бедствия, войны пять, всегда мы даже группами собирались и молились именно за евреев. И сегодня молюсь, чтобы Бог им открыл глаза и чтобы они уверовали. Спасибо большое. Юра, давай, последний брат, мы потом подведем итог. Дорогие друзья, я хочу сказать, такого нет написано, что если еврей, то он спасен. В Библии написано то, что третья часть евреев спасется, это однозначно, те, которые будут переплавлены в великой скорби. Какое количество, сколько душ, это мы не знаем. Третья часть от чего, от какого количества. Но это будет, это обетование народа израильского. Но нам надо знать главную истину, что Израиль это не церковь, не новодоведняя церковь. И церковь это не Израиль. Если мы не будем знать эту грань между Израилем и церковь, то у нас будет много непонимания. Потому что обетования, которые даны для израильского народа, пророчества по отношению великой скорби последних дней, последнего времени, которые даны для народа израильского, они никакого отношения к церкви не имеют. Те пророчества, которые даны Богом через апостолов, которые относятся к церкви Иисуса Христа, они никакого отношения к Израилю не имеют. И если это не будет у нас этой разницы, у нас получится духовный винегрет. Извините за такое слово. Я люблю Бога, но смотрите в корень. Если бы я, мы пращуры приняли бы Иисуса, то вас бы не было. То есть смысл в том, что это был смысл для еврейского народа в тот момент не признать Иисуса Христа. Именно из-за того, что это произошло, все другие получили спасение. Я не христианин, но для меня Иисус Христа сейчас является Мессией. Спасибо большое, брат. Мы об этом будем касаться в 9-10 главе, братья и сестры. Действительно, их отвержение это принятие нас. Поэтому действительно эта мысль прозвучала. Последнее, чем я закончу, братья и сестры, это чтением Священного Писания. Хотя мы говорили о язычниках, что они такие сяки, не хорошие. Павел критиковал и иудеев. И вот смотрите, закончим наш сегодня разбор. Что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Павел говорит о народе еврейском, которые не оказались верными. Нет, конечно. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые заслувят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают и от аспидов на губах их, устая их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Посмотрите, братья и сестры, Павел показал портрет язычника, святого апостола Павел показывает еще портрет иудея, и показывает еще, что великое преимущество быть иудеем, но все под грехом, и иудеи, и язычники, все под грехом, все нуждаются у покаяния, братья и сестры, и евреи, которые приходили, их назвали порождение хидины, сотворите достойный плод, и язычники, все люди, все негодные, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились пути, до одного негодные. То есть, вот в этих трех главах апостол Павел показывает греховную сущность на земле, и в то же время, друзья, что никому нет оправдания, никому нет оправдания, если человек не покается и не обратится к Богу. Пусть Бог нам поможет и утешит наши сердца, братья и сестры, в очах Божьих мы все равны. В очах Божьих мы все равны. Да, Бог им дал ответственность передать Слово Божие, они знали закон, они единственный народ, нация в мире, знали живого истинного Бога. Все поклонялись тварям вместе Творца, братья и сестры. Они, они знали только, но, к сожалению, они не узнали своего Мессию. Поэтому сегодня все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. И здесь, может быть, великое преимущество превращается в глобальную ответственность народа Божьего, который знал и, к сожалению, не узнал, не узнал Мессию. Я думаю, что брат нас извинит, что мы здесь немножко говорили, ни в коем случае мы не с тенью какого-то огорчения или осуждения, да, братья и сестры, что уходим. Просто вот так вот открыто и ясно и четко говорит Слово Божие. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Помолимся Господу нашему. Аминь. Господь наш, дорогой, благодарен тебе то, что мы сегодня могли такую сложную главу изучать, рассматривать ее в свете твоего Святого Слова. И мы благодарны тебе, Господь, что это Слово оставлено тобою через твой святой народ, Господь, который пронес эти пороческие книги, и пронес эти священные писания, Господи. И вот уже в 20 веке, когда нашли свитки мертва моря, Господь, это было действительно чудо, когда ты соблюдал свое Слово ко спасению, к авторитету, Господь, за которым мы сегодня слышим, изучаем и вникаем. Господи, благослови нас, правильно мысль, правильно относиться и к еврейскому народу, к Израилю, молиться за Израиль, Господь, чтобы действительно многие познали, там есть дети Твои, там есть христиане, чтущие Тебя как Мессию, как посланного Иисуса Христа и Спасителя нашего. Поддержи, Господь, вот эти распускающиеся почки там, Господь, потому что Ты близко при дверях. Благослови нас, уйти с миром и покоем, с радостью в наших сердцах, чтобы никто не мог уйти омраченным отсюда, но прославляли Тебя нашего Господа, а Ты продолжи с нами беседу в тихом вене. Духа Святого Тебе слава за все великому Богу, Отсутственному Святому Духу. Аминь. Мы сейчас поем еще общим пением 186-й. Во время пения дадим добровольное пожертвование. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Пожалуйста. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И Sponge Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Господи, благослови поездку к Данику Храни сестру Людмилу Эту встречу, чтобы она была в благословении Также, Господь, Ты знаешь Просьбу сестры Лены О воссоединении с семьёй С мужем своим Благослови, Господь Устрой всё к славе Твоей, Святой И также благослови и доченьку, Господь Слава Тебе, что Ты хранил Все эти годы в жизни Господи, мы также просим Тебя И за Ирину Благослови через руки врачей Помоги, поучаствуй в нужде В этой операции, Господь Мы доверяем Твои пастырские, святые, божественные руки И вместе с сестрой мы просим Тебя о сыне Господь милосердный Ты можешь, Господь, исцелить его Привести в сознание, привести в чувство Господи, помоги, чтобы действительно Сестра не теряла упования и веры И надежды, что Ты силен, Господь Вчера, сегодня и во веки тот же Пусть благодать Твоя и милость Будет над нами, когда мы уйдём с этого святого места Благослови наши сердца И, знаешь, завтра дети пойдут в школу Кто на работу пойдёт Храни в Твоей святой божественной руке Приготовь наши сердца И к воскресному дню К поклонению Тебе, нашему Господу И благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Со всеми нами Аминь С миром Божьим, братья и сёстры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok